Здравствуйте, Светлана Альбомовна Хиличинская. Она является реальным автором проекта, поскольку она подала идею. И, в общем, эта чудесная книга, благодаря ее усилиям, энергии, за что мы все очень благодарны. Итак, о книге, о альбоме и сказочном пикетах, потому что видим кем-то. Материалы, которые были использованы, я думаю, что у вас волосы, поскольку вы работали, вы обнаружили, а я потом непосредственно к историческому фону, как это все происходило. Ну, что касается того, как обнаружено. На тот момент я работала в качестве фотографа посетить восточную группу Кисей. И делается так, что там под материалами как бы так особенно не занимались. То есть в отделе Руберси была фототека, отеля была разделена выделена, фирматека, это были негативы. И в архивах саковедов называемые фотоархивы. Ну, что касается фирматеки и фототеки, там, в принципе, они прошли инвентаризацию. Фототека, в общем, так особо интереснее не представляла, потому что это были фотопопии рукописей. А вот что касается фирматеки, вот, то эта коллекция тоже была инвентаризована. И в основном там были рукописи, но присутствовали также и стеклянные пластинки, ну, в общем, можно сказать, не атрибутированные. В частности, я обратила внимание на то, что большое количество стеклянных пластинок хранилось отдельно. И явно принадлежало к одному сюжету. В инвентарной книге это было записано, как помирская экспедиция, и все, и больше никаких других сведений не содержалось. Вот, ну и, как бы у меня к стеклянным пластинкам особое отношение. Вот, я знаю, что это довольно скорохорящийся такой товар. Вот, хотя хранилось там это довольно в приличных условиях, в вертикальном состоянии, в специальном шкафу, с деревянными перегородочками. Вот, но, тем не менее, я все это посмотрела, сверила с анитарной книгой. Кроме записей, типа, там, группы людей, строения, горный пейзаж, вот, никаких других таких фотоцинок, добавляющих как-то атрибутировать эту коллекцию, я не нашла. Вот, и, как-то, вот, очередной раз просматривая ее, я, как-то так решила, что, наверное, на пейзаже реализироваться не стоит и строение. Вот, как-то, они такие однократные были. А вот, что касается людей, то это стоит, как-то, изучить подробнее. И, вот, на одном из групповых снимков я как-то так сразу видимала Снесарева, поскольку до этого мы занимались созданием экспозиции «Инферия истории Отечественного Востоковедения». Ну, и, как-то, вот, там я его запрямила, что ли, и дальше уже, вот, как-то пошло от него, от Снесарева. Я просматривала фонд Снесаревский, потом, что беседовала, как раз, к нам и с ИГИ, приехали потомки Андрея Евгеньевича. Вот, и, ну, как-то, вот, из суммы этих сведений возникла фамилия родственников. Вот, дальше были попытки найти это в интернете, но, к сожалению, родственник не мупрится. Вот, кто-то мне даже рассказывал, из журналистического архива, что был такой фотографий с фамилией «Испам», тоже, когда-то через год, вот, абсолютно никак не проходило. Так и осталось неизвестно. Вот, ну, единственное упоминание о родственном было, значит, отдельно, вот, в архиве есть фонд Снесарева-Зайцева, переданы, опять же, и после, именно 60-е годы, вот, и на одной из фотографий, на обороте, была дарственная надпись Андрея Евгеньевича Снесарева, подписанная по этой родственнике, вот. Ну, вот, как бы, как бы, присутствую, что на тот момент удалось найти, вот, дальше я решила, что надо, наверное, начать цифрововать, вот, вот, ну, и после этого, как бы, так, случайно, я выполнала Николу Конфетовичу вас там, который помог атрибутировать одну из фотографий с другого фонда, вот, но, как бы, так, началось, произвело впечатление, вот, это очень дародируемое в этом плане, вот, и я послала мне несколько фотографий для атрибуции, ну, и вот так вот, постепенно, вот, все и закрутилось. Дародируется. Дародируется. Значит, два слова буквально о том, что представляет на себя вот эта лекция родственного. Дело в том, что к тому моменту, когда Светлана обратилась ко мне, я работал на монографии у Агрегенча Снесарева, его туркестарскому периоду, и обрабатывал как раз его знаменитую записку о помирах, которая не была опубликована, не была неизвестна. И записка о помирах 1901 год. Мне было известно, что он участвовал в реконансировке помира в 1901 году, и как-то я тогда обратил внимание, что даты совпадают, и тогда я поднял документы. Опять же, в РГВЯ, опять же, в фонде Туркестанского военного округа, и оттуда обрисовались, как бы, конфигурации исторического, исторического бэкграунда, условно говоря, зачем это все происходило. Значит, в 1901 году обослился так называемый Саракольский кризис. Саракольский кризис, это в связи с ограничением между Китаем и бывшим мяшескому кунза, который уже в этом времени находился под фактическим управлением Бритарской Индии. И в связи с этим Саракольским кризисом позиция России была очень жесткая, что ни в коем случае земли на Расхеме, а Расхема – это пограничная территория, которая связывала русские владения, китайскую провинцию Синьцзян, и выводила на Тибетское плату. То есть являлась очень важным стратегическим таким регионом. И в этот момент штаб округа по поручению главного штаба предпринимает усилия по наращиванию группировки наших сил на Памире и, соответственно, по развитию всей необходимой военной инфраструктуры на случай возможного конфликта с Бритарской Индии. Соответственно, штаб округа привлек к такой реконсировке два вековства. Это корпус офицеров Генерального штаба, которые находились в Куртестане, в частности, от офицеров Генерального штаба, который командировал Снесарев, задачей которого входило определение стратегической значимости Памира, определение системы постов, приоритетности постов, организации разведки на Памире и так далее. В общем, все были такие военно-стратегические цели. И было два офицера от инженерного управления. Это помощник главного инженера, то есть заместитель начальника инженерного управления, и отец пославский мужчина, что он известный военно-востоковец, собиратель древностей. И военный инженер штабский генерал Афанасик, который накануне уже делал подобную реконсировку, только в ограниченном формате. Они получили задачу обследовать Памир с точки зрения наступательных и воронительных возможностей русской армии. То есть насколько инфраструктура, дорог, коммуникации, переправ, перевалов и так далее, соответствовали как бы возможностям русской армии для или отражения наступления инженер-британских войск, если так как их получит развитие, или наоборот для военной демонстрации против британских инженер. Таким образом, их задача была сугубо техническая. То есть определить степень готовности Памира к войне. Таким образом, три офицера составили основу реконсировочной группы, которая была по приказу командующего войсками 2 округа направлена на Памир. Илья Китрич взял с собой сына кадета, он присутствует на фотографиях. И вот вся эта реконсировочная группа с казаками, с переводчиком выехала в июне месяца 1901 года, в течение двух месяцев дели фиксацию всего материала, который относится к порученным вопросам. Достоверно неизвестно, что касается Павла Павловича Росева, получил ли он задание командующего войсками, или поскольку он был человек, увлекающийся фотографией, он по своей инициативе пробил участие в этой реконсировке. Но, скорее всего, праведливо будут считать, что и тот, и другой фактор соединились вместе. Почему? Потому что из характера фотографий, которые здесь сделал Росевский, следует, что это была непраздная поездка. На самом деле весь Павлович фотографировался с интервалом в полторы горсты. То есть весь путь таким образом был представлен визуально. от выхода реконсировочной группы и до возвращения. И потом, как мы коснемся вопросов атрибуции коллекции, там находился один алгоритм, который сильно помог воспроизвести, потому что коллекция была не атрибутирована. Потому что маршрут пролег реконсировочной группы по, так называемому, Большому Панверскому тракту, или Большой Панверской дороге. И, в общем, это значительно облегчило дальнейшую работу, приличение разных источников, карт и так далее. Это уже был вопрос технический. И в течение двух месяцев велось постоянное фотографирование. И в итоге было получено 350, чуть больше, кадров Памира, которые относятся, как мы считаем, к наиболее ранним фотографиям Памира. То есть это самая большая коллекция фотографий Памира, которую мы имеем в виду, когда говорим ранние фотографии Памира. Почему? Потому что существует, допустим, коллекция Зарубина. Это коллекция достаточно обширная, большая. Но там было три поездки на Памир в разные годы. И в основном это уже предвоенный период, когда возможности фотофиксации были несравненно выше, проще и так далее. Но из всех имеющихся фотоколлекций, как отечественных, так и зарубежных, коллекция Родственного оказалась самой большой и презентативной. В этом смысле значение ее, безусловно, огромное. И когда была презентация у Памираевской коллекции 2011 года, то взглянув на коллекцию Родственного, это 10 лет разницы. Мы можем заметить, насколько уже происходило изменение постов. То есть, насколько они усиливались, какие были новые постройки, новые мосты и так далее. То есть, совмещение этой информации позволяет нам совершенно визуально представить, как Россия отставила свои внешне-политические и военные интересы на Памире. Коллекция представляет собой набор таких наиболее важных в стратегическом отношении местностей. То есть, сюда входят перевалы, как Талтык, как Акбайтал, развилки дорог, которые выводили на наиболее важные стратегические направления, которые можно было либо использовать для наступления, либо обязательные для прикрытия. Она выводила на сеть, дороги, выводящие на сеть русских постов, которые должны были быть обеспечены в случае, если противник удавалось отрезать на Памире коммуникации. Сюда входили все наиболее важные реки, они представлены в фотоколлекции. Это река Памир, река Тянш, река Гуд. Показаны на фотографии, из фотографий видно свойства реки, свойства берегов, какие-то отступы к ней. Или, допустим, показаны участки местности, такие как, например, Ваханский коридор. Кстати, это одна из первых русских фотографий Ваханского коридора, стратегически важного коридора, который возник по результатам русско-афганского разграничения на Памире. Оно называется русско-афганское, хотя на самом деле это было русско-британское разграничение. Это был оставлен Ваханский коридор, который впоследствии сыграл такую драматическую роль, когда наши войска находились в Афганистане, по которому тогда шла поставка и подпитка в афганской контрреволюции. И, допустим, виды на афганские укрепленные пункты, на другом берегу Пянжа. И, в общем, как бы самая разнообразная информация. Надо сказать, что в то время велась такая своеобразная, в литературе уже неплохо, это как бы черт-рэпидор-рейс, географическая гонка. То есть гонка за обладанием стратегически важной информацией, картографической. Но будет справедливо сказать, что в период большой игры в Азии англо-ангустового соперничества, в Центральной Азии. Особенно на заключительном этапе, до 1907 года, существовала и фотографическая гонка. Об этом как бы мало написано и мало как бы в концептуальном отношении упоминается. Но на самом деле такая гонка существовала. То есть практически все британские военно-географические миссии, военно-дипломатические миссии, то есть офицеры, которые с разрешения русских военных властей путешествовали по Туркестану или возвращались в Азии в Азии в Англию через Туркестан или наоборот на новые места службы переезжали. Они все рели фотофиксацию Туркестана и сопредельных территорий. И использовали для этого любую возможность. Это как бы была длительная часть программы. Соответственно, и русский главный штаб, а затем и генеральный штаб посмотрел необходимость фотофиксации. И таким образом, кто получил наиболее ценные, наиболее важные сведения, тот в стратегическом плане и генерал. Есть еще один нюанс такой. Дело в том, что до появления фотографии военно-географические описания и отчеты о регоносыровках и миссиях они строились исключительно на текстовой части. То есть офицер описывает определенные участки маршрута, что ему встречается на маршруте, там естественные препятствия и так далее, и так далее. Но не сопровождалось как бы снимками. То есть судить было сложно, потому что командование приходилось полагаться исключительно на интуицию офицера и на увидение национальной темы и проблемы. И вышел один такой казус, кстати, с тем же Кравчевским, в период его поездки в Хунзу. После Кунзу им он составил отчет, с которым выступил в Николаевской Академии Генерального штаба, и где сказал, знаете, подступы как на Памир, так и с Памира и пути в Индию настолько лекти, что туда можно проехать в экипажах, что можно орудия туда доставить и так далее. И тут с Кравчевским случилась такая штука неприятная. Дело в том, что одновременно с его отчетом попадают снимки в главный штаб. И когда увидели в главном штабе характер местности, там пешком пройти нельзя. То есть это повлекло переоценку наших стратегических возможностей в отношении... В отношении именно тогда роль фотографии была четко осознана, что она должна быть. Так, у меня остается совсем мало времени, почти у меня остается. В общем, таким образом, вот эта фотоколлекция, она имеет большую экзамен, с какими, для многих тем, что касается Кристана, и я думаю, она сослужит хорошую услугу исследователям, и переступлюсь в наших чекахерах. И я все равно. Спасибо.